здравствуйте приветствую вас на канале арцейл инфо и наша рубрика художники в сонной коллекции сегодня наш герой рубрики эрнст неизвестный 1925 2016 годы жизни ну это имя конечно всех кому сейчас 35-40 и больше лет это конечно имя очень известная это на часть нашей истории эта часть нашей рассказать орифтом сену коформизма диссидентской истории художник конечно глыба мирового масштаба вообще когда говорим и расти известно вспоминать такие вещи как памятник цветок лотоса на асуанской плотине в египте это 75 метров высотой огромное сооружение монументальная и свое время в тот момент когда его сделали то это 70-е годы это было самое одно из самых больших вообще скульптурных и архитектурных таких вот изваяний монументов в мире сейчас конечно есть уже выше если что есть уже больше бы тогда как таких так так и было просто пальцы в руки перечесть там говорим барс неизвестно вспоминать такие вещи как памятник маска скорби в магадане как памятник дам дружбы детей в в артеке большие монументы но вспоминается первое дело чего любовь у любого человека из моего возраста и старше меня первое что вспоминается при упоминании с неизвестного это те самые героические события для кого-то героические для кого-то трагические события в манеж 62 года когда хрущев пришел на выставку в манеж 33 москва куда кроме официальных художников привезли и сделали зал художников неофициальных там подошли без студии билютина был юла соустер был эрст неизвестный был владимир инкелевский был соболев нолев вот их привезли в этот зал неофициальных художников и начался такой как вот такая перформанс исполнения высшего политического руководства страны когда хрущев всех обозвал неприличными словами сказал что это что не искусство произнес свою зимитую фразу что в искусстве я сталинист то есть вот то что 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 вы делаете это как за всех нас сажаясь сразу лагеря отправлять так далее и вот владимир инкелевский часть их тех событий тогда рассказал что в принципе все опешили когда хрущев начал такой вот такой вот яростную атаку эмоциональную все просто пешили перепугались потому что еще времена были такие что известно чтобы чтобы это все вылилось просто викинский перепрись и там посадки то как сейчас называется вот и один из редких людей кто не опешил это был как раз неизвестного не то что не опешил да он вступил в полемику с высшим политическим голосом страны там стоял шелепин вчера еще министр госбезопасности до накануне бы до этого он был миссов госбезопасности который там угрожал всем художникам неизвестно говорил мы вы там не угрожаете вас не пугайте вот как бы мы вас не боимся вот самого хрущеву сказал что там никита сергеевича там сейчас все объясню сейчас вы все поймете так далее министре который там реально шушукали там сказал так все так вы все помолчите я что-то рассказываете сергеевич видите как босс его стоит слушает и вы тоже помолчите сейчас все объясню он пытался объяснить как это искусство устроено что-то изображено почему это важно почему это значительно и в конце даже там говорят хрущев его пожал ему руку либо не пожал им руку на расстались они уже так спокойном состоянии хрущев сказал вас вид ангел и черт а что ангел мы вас любим вот а черта мы из вас значит изгоним ну порису расставил свои места через два года после этих событий люди которые хрущева окружали они же уже от отрешили от власти и на полом серьезе рассматривали планы там как и снировки его убийства слава богу до этого не дошло вот аирс неизвестно через много лет через летом 12-13 он красный человек которого хрущев ругал который с ним общался этот человек будет стать памятник на его могиле монумент на его могиле который тоже тяжело согласовывали и неизвестно успел этот памятник сделать кастом было где там было черное и белое что хрущев этого то что в окружении они светлая сторона из темная сторона и он как балансирует в это в этих стратах таких и накануне своего отъезда успел это сделать уехал уже штаты почему уехал штат почему ехать в европу потом сша не давай работать работать не давали то есть скульптура особенно масштабному вашими философскими задачами вот ему нужны были материалы ему нужны был простором уже были помощники можно были финансировать наконец всех этих памятников которые он собирался сделать вот это все не давали потому что вот он была такая так называемая скульптурная мафия которая сделала государственных заказах например на как сейчас нам так примерно сильно время не поменялись и не пропускали в этом не к не к заказам не к материалам не подмастерьям не к мастерским действительно то есть люди даже которые не сильно неизвестным симпатизируя просто восторгаясь как он работал мастерской сид лежали те самые краны которые он скупал там или собирал или скупал у сантехников которым переплавлял то есть нормально да скульптор мирового масштаба приправляет краны до чтобы добыть себе материалы для работы руками формовал формировала скульптуры формировал эти полости куда потом заливал этот металл и конечно кто видел все это как он работал просто но это восторг был полнейший вообще неизвестно героической судьбы его семья я читал дважды получала похоронку кстати дважды получала похоронку то есть он был добровольцем ушел на фронт тяжелейшие ранения из такого ранения там считали что он выжить не мог погибший и наверно авансом так сказать отправляли все эти такие вещи ну не знаешь как теста верно это все было но факт то что с войны он пришел кавалером ордена красной звезды долго лечил слуг восстанавливался тяжелейшие ранения действительно были у него и нашел себя в мирной жизни то есть он пошел у река вскай по училища потом на философский культет мгу он учился то есть это кого-то чек такого очень широкого кругозора широких знаний и нашел себя в мирной жизни то есть стал скульптором несмотря на все эти противостояния с властями из противостояния с советской властью чудом каким-то выиграл конкурс вот на этого цветок овца на суванской плотине который воздвигнут был то есть это уже было период опалы потому что после встречи с кручевым шотором году мы действительно давали работать вот они под своим именем то есть там ну как там под мастерю состоять интегративов пожалуйста можно делать как вот самостоятельный скульптор своим именем такого нет нельзя 50 лет еще раз он уехал то есть три года ждал выезда из и советского союза тогдашний опускали просто так называлась не выездной да там отказник или как назывался так дали ему этот выезд он уехал в конце концов обосновался в америке там него была мастерская там была студия роста неизвестного я работал сейчас работы которые появляются на рынке большинство из них это работы которые сделаны уже были вот в период после миграционный ну и там это и такие такие бывают но теперь о том что существует как раз на рынке мы пришли и во что стоит вкладывать во что стоит инвестировать что стоит рассматривать вот как приоритетный материал как приоритетные работы для инвестирования первую очередь наверное это живопись 70 80-х годов и кстати говоря как это не странно смотрит что раз неизвестно это такая глыба скульптор дат самая дорогая работа сам дорогой акцион результат на рынке это в истории это как раз за живописную работу работа голову полутора метровой полутора метрового размера огромная это было 2007 год кристис эти самые жирные годы сытные годы когда русский рынок был вообще такие именальные цены были когда она была продана за восемьдесят шесть тысяч долларов вот и такой был свой действующий аукционный рекорд для эста неизвестного сейчас потом был кризис потом два кризиса до цены скорректировались вниз а сейчас вот небольшие работы относительно небольшие работы но до метра до на внутреннем аукционном рынке это дед начинаются они от 12 тысяч долларов ну чаще идут к 15 там и больше и выше но в принципе стартовать они могут по 12 тысяч долларов и инвестор стоит учитывать то есть такие работы еще можно находить такие цены что цены еще есть работ таких не сказать что много их мало вот но тем не менее сейчас происходит какой такой переформатирование перфе переформирование рынка да и работы наконец на русских аукционах работа как класс начинает появляться это здорово это хорошо эстро для инвесторов это несказанная удача значит второй сегмент который пригоден и для инвестиций на которые надо обратить внимание это скульптура ее тоже на рынке немного это тоже редкость ценовой диапазон примерно на что инвестор стоит ориентироваться это если небольшие скульптуры 15 метров это порядка 4000 долларов на 45 тысяч долларов это небольшие скульптурки такого размера примерно если еще скульптур как 30 40 сантиметров уже побольше дата это ценовой диапазон 10 тысяч долларов и больше туда в сторону тоже очень важный качественный материал который надо выцеливать выискивать из проверять не без осторожно сюда но по нового проверять покупать инвестировать это важно это хороший материал третий такой сегмент уже такой условно-инвестиционный это график неизвестного я обожаю графику неизвестного это просто вот как говорил одна художество душа художника графика неизвестного то ровно так и есть это выстраданные четкие графичные мощные работы с его любимый там кентаврами головами с всякими героями чудовищами очень интересно это материал знаточеский это не пример диапазоне от полутора до двух там трех тысяч долларов они относительно дорогие они пригодны для для инвестиций но надо понимать что графика это материал который медленно гораздо более медленно растет цене чем живопись и вообще в принципе да все выбираем живопись у графика надо понимать что живопись на приоритетный материал для инвестирования приоритетные техника есть чуть тиражная график красно неизвестного она стоит совсем недорого но это тоже материал такой декоративный красивый эффектный для широкого круга потребителя но это не для инвестиций это скорее там для красоты будет диапазоне порядка 50 40 тысяч рублей за большие листы такие таком театру встречается например пример этот пример графикер с неизвестного рисунок ручкой ну космосом смотришь одно удовольствие а вся вот энергетика вся эта мощь то что мы любим цене в неизвестном все все здесь есть вот пример вот извините достану сразу пример тиражные графики смотрите какая вещь эффектная тоже вот эти головы мощные авторский экземпляр стек ирины ну вот такой стоит такая большая тиражная графика стоит и 10 70 тысяч рублей очень красивая очень эффектно декоративный ровно то о чем я говорил возвращаясь подводя итоги для инвестиций rs неизвестный приоритет живопись скульптура рой 3 уровень приоритета это графика оригинальная тиражная графика для красоты и в общем в целом можно сказать все ситуация такая что rs неизвестный по нашему мнению по нашему к студентам мнению консенсусу хложить недооцененный мы это слово не любит слова недооцененный да но это просто ситуация когда по нашему мнению уровень цен еще пока не соответствует не вышло равновесие с реальным значением художник или истории искусства реально зачем для истории искусства огромное цены приемлемые и и с этим наше ощущение такое что цены эти должны расти я не могу сказать вырастут они там на 50 процентов за год или это на сто процентов за год ну я думаю что это примерно предполагая так по опыту да что средний темп на работу процентов 20 роста в год 20-30 процентов в год это возможно особенно связано с тем что появляется появляется наконец-то качественный и не сонного класса удобный блестящий материал и вот это как раз вызвали коллекционеров хорошие возможно коллекционеров как для кого-то расширить свою коллекцию кого-то коллекцию это усилить rs неизвестный покупайте мы считаем что нужно покупать хороший художник хорош ситуация нормальный вариант для инвесторов спасибо новых встреч